Всем привет. Давайте сразу познакомимся. Меня зовут Муляр Николай. Я разработчик на Go. Один из организаторов нашего движения Go в Санкт-Петербурге. И ведущий разработчик Go в компании Airpush. Чтобы вы понимали, почему в дальнейшем это будет важно, компания Airpush занимается рекламными технологиями. И у нас много маленьких запросов, но зато их очень много. И рынок очень активный, очень волатильный. Нам нужно быстро под него подстраиваться и запускать микросервисы. Зачем мы с вами здесь тогда собрались? Зачем вы пришли меня послушать? У нас есть опыт, который мы можем вам передать. Опыт по тому, как мы сделали идеальный, по нашему мнению, шаблон микросервис. Мы хотели бы рассказать о проблемах, которые нас вообще к нему привели и которые были при решении этой проблемы. А также уберечь вас от ошибок, которые были у нас, потому что не все получалось сразу. Также мы покажем, как работает наш шаблон и почему это действительно быстро и удобно. Что такое вообще микросервис? Микросервис — это какая-то программа, которая выполняет всего лишь одну задачу. В ней мало кода. Действительно мало кода, потому что в ней должно быть, разобраться легко. И любой пришедший человек, который будет разбираться, мы все не вечные, мы не вечно работаем в компании, кто-то может это забрать у нас и использовать. Также у нас есть смежные команды, которые также должны работать с этим кодом. Например, Коа. Это прекрасный пример, потому что они стоят сразу за разработчиками. Они должны уметь почитать этот код, они должны понять его, разобраться быстро и, по возможности, используя уже свои какие-то стандартные инструменты, быстро его протестировать. После Коа у нас стоит команда DevOps. Им бы нам тоже как-то облегчить задачу, потому что у них очень много задачи по инфраструктуре, и каждый наш новый микросервис для них — это головная боль. Мы не хотим их задевать, мы хотим, чтобы, по сути, даже не ходить к ним, а делать все на месте. Ну и мы ленивые программисты, да, мы хотим с удовольствием работать над таким сервисом и не приходить, хвататься за голову и думать, а что у нас вообще происходит, зачем оно нам… Кто это написал, да, и выкиньте этого человека. Не люблю его. Вам кажется, да, ну, это, наверное, невозможно, да, ты хочешь мне сказать немножечко не то, что я хотел. Но давайте мы вам покажем, как вообще это у нас происходит и полный процесс, по сути, локального запуска микросервиса в компании. Что нам нужно? Для начала мы представим, что мы копируем себе наш репозиторий с темплейтом, с каким-нибудь именем уже стандартным для нас это сервис-темплейт. Переходим туда и меняем всего один файлик. Содержимое одного файлика, которое у нас makefile.env. Здесь нам важно четыре места. Package name, registry URL. И у нас сервис работает на двух портах. Это gRPC для общения внутри и HTTP для общения с внешней сетью. Поэтому мы забиваем их стандарты. Все, остальная магия нам даже неинтересна. Нам остается только после копирования выполнить эту команду, и, опа, магия произошла, произошли какие-то действия. У нас есть микросервис. Мы можем полностью его запустить вместе со всеми необходимыми сервисами, которые у нас есть. Сейчас мы посмотрим на этот пример. Смотрим. У нас запускается полное окружение вместе с приложением. И оно стартует. Отлично. Вот очень важная вещь. Когда я ввел Y, я вам о нем еще расскажу. Все. У нас есть микросервис. Он работает и выполняет какую-то полезную задачу. Откроем его. Посмотрим на наш браузер. Видим, что на нашем порту HTTP-шном приложение запустилось. И оно вывело Hello World. У нас нет какой-то серьезной бизнес-логики. Она не заложена. Есть Hello World. И он работает. Но что нам важно? Микросервис — это не только сам сервис. Это еще то, что его обвязывает, например, графана, где мы можем собрать логи, Prometheus, который под ним лежит, либо же Influx, смотря что вы используете. И у нас уже сразу есть стандартная дашборда, которая говорит, оп, твое приложение работает, ты можешь добавлять метрики и сразу проверять полное окружение локально. Но это же, конечно, еще не все, потому что мониторить приложение хорошо, но нам нужны дополнительные возможности и сервисы. И мы очень любим стек ELK, нашу прекрасную кибану и сборщик логов. В данном случае я вам покажу, как мы работаем с производительностью. То есть мы сразу по умолчанию засекаем сервис, мы обвязываем его проверщиками перформанса и можем даже на локальном окружении до выливки на прода смотреть, сколько у нас было запросов, сколько это занимает время и искать все проблемные места, не выливаясь на продакшн. Вот это удобно. Да. И важная ремарка. Вот я вам показал, как мы его запускаем. По сути, вы сейчас видели все, весь процесс, который нам нужен. Остается дописать только бизнес-логику. И все, что будет рассказано дальше, уже у нас реализовано. Вы, когда сможете его взять, сможете его запустить. Да, можно пощупать. И мы, конечно, пишем на Go, поэтому шаблон, конечно же, сделан для Go. Но все принципы, которые мы постараемся рассказать, вы сможете применить на любом языке и использовать у себя, потому что, по сути, ничего, кроме специфики Go, у нас не используется. Можно я вообще уточню, кто пишет на Go? Поднимите руку, пожалуйста. Отлично. Это очень много, потому что с каждым годом нас становится все больше и больше. Микросервис. Из чего он состоит? Первое и самое главное, и ради чего он создает, сайт не окружение. Это бизнес-логика, потому что есть бизнес-заказ на то, что мы используем. Дальше. После того, как мы ее реализовали, у нас есть окружение для локальной отладки. Мы не хотим тестироваться напротив. Это неправильно, и так делать не стоит. После того, как мы все создали, когда мы протестировали, мы должны быстро собрать итоговый артефакт. Артефакт, я называю это либо тарничек, либо докер файл, либо уже какой-нибудь чарт, который деплоит ее в Кабернетес. И нужны инструменты, то есть работа с каким-то CI-CD, которая позволит нам это все вылить в итоге на сервер. Инструменты для мониторинга состояния, Prometheus, в нашем случае игра FANA, и инструменты для мониторинга производительности, потому что нам это действительно очень важно. Мы должны отвечать за строго установленное время. Мы должны иметь возможность засечь эти метрики. Но, конечно же, у нас не было… у нас были проблемы, которые мы старались решать в начале. Далеко не каждый проект вообще, в принципе, имел локальное окружение. То есть ты приходишь, а что делать? А как его запустить? Открываешь файлик с инструкцией, а там название сервиса и все. Прекрасный read.me.md, который по умолчанию идет в GitHub. Разработчика уже нет, приходится лезть в код, и это ужас. Но есть еще другая проблема. Были и сервисы, которые имели документацию о том, как их развернуть, но их можно было листать, 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 установить тот-то пакет, потом запустить то, перезапусти, и потом запустить три раза, потому что он запустится только на третий. И это был реальный кусочек из документации. Это плохо. Но самое, что ужасное, что иногда ты все это выполняешь, а оно не работает, потому что что-то поменялось. И это просто было обидно, хотелось бросить это все и написать заново. Такого быть не должно. Как мы это решали? Ну, ни для кого не будет секрет, что мы сразу попытались завернуть это в докер и заворачиваем в докер по сей день. Самое важное – это объединять все наше окружение в докер-компост, потому что сейчас мы находимся на таком этапе, что все знают про докер, все умеют его пользовать, но потом это превращается разверни отдельно этот контейнер, разверни отдельно этот контейнер, потом свяжи их, и примерно все это заработает. Стало лучше, но не до конца. Применяя докер-компост, мы разработали несколько окружений, которые могут быть полезны. Первое мы называем обвязка. То есть мы запускаем все зависимые сервисы, кроме самого приложения. То есть это Elasticsearch, Prometheus, Grafano, а само приложение вы можете запустить локально на своем компьютере с отладчиком, уже проходя по коду, потому что отлаживать в докере до сих пор пока не очень удобно. Это хорошо на моменте важной такой быстрой-быстрой разработки, когда вы часто перезапускаете, что-то пробуете, экспериментируете и гаситесь. Мы запускаем докер-компост и просто указываем все сервисы, которые нам нужны. Поднимаем. И есть полная обвязка, как раз в моем примере я запускал full это окружение. Это когда внутри запускается еще само приложение. Это момент, когда вы уже полностью эмулируете окружение, которое у вас либо на стейджинге, либо на проде, и вы используете его. Это удобно, потому что, опять же, не надо выливаться на прод. Дальше. Для того, что вы можете прийти и начать читать документацию о том, как же мне запустить это локальное приложение. А можно пойти другим путем. Можно для компании установить некоторые стандарты. Что если мы работаем в Linux, значит мы создаем makefile, и всегда мы создаем однотипные названия таргетов, которые мы используем для работы с этими системами. И еще что важно, мы сначала описываем цель, то есть в данном случае это, вот мы видим тар. Мы получим тар, но мы должны его построить. Билд. Изнутри оно может выглядеть как билд тар. Конечно же, мы собираем приложение, а потом пакуем. Но главное, что мы имеем environment docker, либо итоговый тарник. Это позволяет людям сразу понимать, не прочитывать полностью и пытаться осознать, что происходит, а найти прямо тот таргет, который вам действительно нужен. И для больших иногда бывают очень сложные шаги, потому что мы пытаемся универсифицировать весь наш код и весь процесс диплоя. Выводить отладочные логи, это помогает, потому что когда у вас есть вывод компилятора, который еще рисует 10 тысяч строк, вы хотя бы сможете находить такие контрольные точки, чтобы понять, где что-то пошло не так. Это очень важное правило. И еще мы назвали наши условные цели. Я сейчас вам как раз буду рассказывать про ELK, где я просил вас запомнить, я нажал Y. Что это такое? У нас есть тяжелое окружение, которое нам может не пригодиться при работе, например, когда мы быстро должны сделать hotfix, не хотим запускать ничего, у нас компьютер уже там кипит, мы кипим, просто не запускайте Elasticsearch, и все, что поднимается долго, тяжело, требует большого количества оперативки, спрашивайте пользователя, нужно или не нужно. Это несложно, ему нужно нажать одну клавишу и Enter, и он спокойненько пройдет. Но если, да, не запускайте их, если они не нужны, но если оно запущено, ваше приложение должно автоматически уметь с ним подключаться, или если оно не запущено, ваше приложение должно прекращать работу с ним. Оно вам не нужно. Так. Да, поехали дальше. И мы выключаем его, если что-то не так. Итоговый артефакт. Мы уже все протестировали, мы отдали код Коа нашим инженерам, а потом начинается еще одна. Каждый собирает артефакты как может. Вообще каждый описывает и где только хочет, какими методами использует свои системы сборки. и опять это превращается в отдельную инструкцию, которую мы пытаемся прочитать, понять, да, и на это уходит очень много времени. Но это даже не так страшно для нас, потому что мы же разработчики, мы любим немножечко покопаться, а вот кто не любит, это не любят наши девопсы, потому что мы приходим, говорим, вот тебе проект, разбирайся, мне некогда писать, у меня уже следующая задача. Затеплой мне его, пожалуйста. Он сидит, понимает, что у него тоже 15 задач, и говорит, деклайн, пиши мне документацию, это я вам рассказываю про реальную жизнь, как это было. Но есть в этом и маленький плюс, оно хотя бы иногда работает, то есть это можно собрать в итоге, это не локальное окружение. Хорошие примеры. Если мы собираем итоговый артефакт, у нас в Go принято использовать гит-теги и версионировать их по семантику. Это очень помогает, и мы можем проследить, когда у нас были хотфиксы, когда у нас были фича-бранчи, либо какие-то мажорные релизы, исправляющие кучу ошибок, либо привносящие что-то новое. И всегда мы используем единое имя таргета, как я говорил, то есть вот тарбилд, он будет в любом проекте. DevOps придет и знает, что если я возьму этот тарбилд, я получу то, что мне нужно. Как это будет работать? Почему это вообще можно унифестировать? Давайте посмотрим пример того, как собирается одно из наших приложений. Первое. Мы уже выполнили шаг билд, и у нас есть готовый бинарник. Мы его забираем из папочки bin и кладем в папочку build. Дальше мы подготавливаем все environment переменные, свойственные только для нашего проекта. И в другом каком-то их может не быть, но именно здесь оно нужно. Копируем конфиги, которые нам нужны. Отлично. У нас все есть. В итоге мы дальше сделаем тар и получим итоговый тарник. DevOps не задумывается, как нам их забрать. DevOps знает, что нам нужно их развернуть. Там внутри будет systemd, например, файлик, если мы деплоим на bare metal. И все, он счастлив. Он намного лояльнее относится к нам, и он намного быстрее берет наши задачи, потому что они ему нравятся. И еще одно важное правило. Сохраняйте артефакты. Некоторые думают, что я вот задеплоил свой код, посмотрел, что он работает пару часов, все отлично, можно оставлять его на продакшене. Нет, иногда появляются проблемы, которые воспроизводятся через неделю, которые влияют постепенно. То есть у вас будет, прекрасный пример, нисходящий тренд по деньгам. Куда деваются деньги, непонятно. И вы можете откатиться на неделю назад и посмотреть, стало ли лучше с того момента, как этот нисходящий тренд начался. Это тоже очень важно. Деплой. Вот, как я говорил, да? Девопсы, они всегда перегружены. Если вы видите девопса, который сидит, ничего не делает, значит, он все равно перегружен, но просто ничего не делает, он устал. Это реальная жизнь. Окружений у нас может быть несколько. Это значит, что это может быть bare metal, это может быть докер, это может быть отдельно kubernetes, да, и опять же, мы тоже должны помнить о том, что они все существуют, поддерживать наш код, чтобы мы могли в любой момент быстро задеплоиться куда угодно во все эти окружения. А еще иногда нам нужно отлаживать на проде. И это печально, потому что на стейдже мы используем другую базу, но локальная у нас вообще какая-то коротенькая, обрезанная, нам нельзя использовать то, что есть в реальных данных. А проблема воспроизводится, и по-другому никак. Это боль, но она действительно существует. Как мы ее решаем? Первое. Мы не зря создавали таргеты. У нас есть шаблоны скриптов для GitLab CI, которые мы используем, а также еще Jenkins, которые мы тоже используем для разных целей. GitLab CI мы запускаем под своим окружением, мы имеем к нему доступ, а Jenkins уже использует чисто девопсы и работают с ним. В среднем это выглядит как сборка, проверка кода. Причем многие спрашивают, почему у вас проверка кода идет после сборки. А потому что если приложение не собирается, нам нет смысла его проверять. И это очень важно. Очень многие делают наоборот. И мы объединяем. Есть deploy. Это deploy на bare metal окружение, и все, что связано с докером, туда же входит и кубернетес. И теперь, хорошо, я могу даже не объяснять, как у нас решен deploy в различное окружение. Мы уже приготовили шаблон, и он все поддерживает. Но отдельно мы о них поговорим, и почему мы используем именно их. Потому что часто задаются вопросы, вы используете их несколько, а зачем? Нам непонятно. Для того, чтобы быстро переключиться из production режима в debug, можно даже, например, при bare metal deploy не использовать скрипты. Можно не собирать, можно заранее заложить первое. Вот для нас это запуск приложения в режиме продакшена. Она просто запустится и будет работать. Но рядышком с этим скриптом лежит строка для запуска в режиме дебаггера. Я могу зайти на сервер, на одну из десяти машин, поставить этот флаг, вернуть, перезапустить systemd, подключиться к приложению, очень-очень быстро разобраться, в чем же проблема, потому что в этот момент машина простаивает, не делает ничего, и переключиться обратно. Так же это можно делать и нашими окружениями, нашими CI-CD сервисами. Но это не всегда удобно и не всегда быстро. Дальше мы немножко поговорим не о проблемах. Мы поговорим о технологиях, которые мы применяем и объясним, почему мы выбрали именно их. Первое. Почему у нас может быть вообще деплой на железную машину? Железная машина — это быстро. Что может быть быстрее, чем просто задеплоиться, запустить systemd и начать работу? Ничего, по сути. Да, обычно люди говорят, нет, оно будет быстрее работать в докере. Если оно быстрее работает в докере, ищите проблему в приложении. Оно всегда будет быстрее, потому что докер накладывает несколько абстракций, так же, как и пибернетес, накладывает несколько абстракций. На моей практике девопсы на самом деле, как это ни удивительно, на текущий момент больше предпочитают деплой именно на железную машину. Им этим легче управлять, потому что они выросли, да, у нас еще, у нас молодая кровь девопсов, она приходит и говорит, все, я буду все заворачивать в докер и в кубернетес. А потом очень долго сидят и пытаются поднять кластер кубернетеса, а продакшн в этот момент лежит, а наш Bayer Metal специалист сидит и улыбается. Он такой счастливый, что у него все работает, и проблем нет. Он может просто запустить новую машину и перезапустить все там. И в данном случае между приложением и железом только ядро, мы работаем с линуксом, у нас только ядро, и мы только один раз вообще в своей жизни упирались в проблему с ядрами, в их настройки, все остальное было либо приложение, либо у нас отваливалась память, диски, как обычно, они сыпятся, но проблема может быть по сути только в двух местах. Ее очень легко определить. Докер. Почему он у нас есть? Во-первых, потому что он у нас уже готов. Мы запускаем приложение в локальном окружении, нам даже думать не надо. Мы можем для быстрого запуска, например, нам нужно быстро запустить, проверить, что эта фича действительно работает. Мы можем не писать ни тарник, ни деплой, мы можем просто из нашего регистрия сделать докер-ран, запустить его, посмотреть, что все хорошо и пойти уже по пути нормального деплоя и выполнения всех регламентов того, как это должно быть внутри. И кубернетес. Почему он такой полезный для нас? Во-первых, все хотят кубернетес, все любят кубернетес, да, и все хотят туда уехать из молодых людей и молодых девопсов. Очень любят. Хотя и старички уже тоже потихоньку переходят, но самое важное, мы тоже хотим кубернетес, и у нас уже много-много таких, и мы стараемся переехать туда. Ой, а теперь инструменты для мониторинга и почему это важно. Я выделил пять категорий на самом деле, почему это важно, но вы сейчас поймете, почему их можно объединить под одну. Я буду просто потихонечку переключать, и у меня это все реально из моих людей, которые мне говорили, и после этого происходило что-то не то. Вот это мое, кстати, любимое. Я не совсем понимаю, как, но оно работает, поэтому я оставил комментарий, не трогайте, пожалуйста. Но мы это задеплоим, я очень хочу это попробовать, у меня иначе горят сроки. А вот это последний. Причем у человека не было зуба. Вот в реальности не было зуба, но давал мне зуб. Это было довольно забавно. Спасибо этому человеку. Он навсегда мне оставил этот последний пунктик. Как мы это делаем, и что важно. Логи мы собираем в Elasticsearch, доставляем их в FluentD, и визуализируем в Kibane, потому что это единый стек, EFK, я называю это ELK, потому что мы недавно использовали Logstash, но наконец-то переехали, FluentD, потрясающая вещь. Она делает это быстро, компактно и вообще с огромным удовольствием. Метрики мы собираем Prometheus, мы не делали Influx, потому что он нам пока не нужен, и на самом деле у нас не особо кто умеет с этим работать. И визуализируем в Grafani, это тоже очень важно. Мы видели это в примере, когда запускали. И для трейсинга мы используем Elasticsearch APM. Все, по сути, мы с вами рассмотрели весь набор, как нам запустить и что использовать для запуска микросервиса. Вы можете взять наш шаблон. Я напомню, что Муляр Николай, шаблон лежит здесь. Вы можете в любой момент мне написать, спросить по нему, использовать у себя, попробовать запустить. И давайте переходить к вопросам. Спасибо. Спасибо. Кого вернуть? А, слайд назад. Это же будет выложено у нас на сайте конференции, так что вы всегда сможете посмотреть. А у кого есть вопросы? Спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, удалось ли вам внутри компании как-то формально определить, какого размера должен быть микросервис? Что еще раз? Чуть-чуть громче можно? Существует ли внутри компании договоренность или даже формальное определение того, какого размера должен быть микросервис? На самом деле, мы команда Go очень маленькая внутри, потому что компания, она большая, она содержит несколько отделов. У нас пишут на Java, у нас пишут на PHP, и внутри Go у нас как бы своя монополия такая. Мы решили, что если мне требуется больше дня, чтобы разобраться, с этим приложением, это плохое приложение, его надо пытаться разбить. Если я полностью его читаю и не понимаю, что происходит. Тебе разобраться или в принципе кому-то разобраться? В принципе, от момента того, как мне его поменять, до того, как задеплоить. То есть, что-то пошло не так, давайте смотреть, что не так. В общем, формальных правил нет. Это формальные правила, потому что я не могу сказать, что какая-то фича будет в тысячу строк, а какая-то фича будет в тысяча двести строк, и это уже не микросервис. Спасибо большое за доклад, Николай. Вопрос у меня такой. Много в интернете я видел всяких статей, там, где рассказывают про использование distributed tracing, там, Uber пишет про это, у них там свои решения, там, Zipkin, всякое вот это. Я у вас в докладе про это не услышал, и вот интересно как бы ваши мысли по этому поводу, что вы думаете про вот эту вот идею. Про трейсинг? Да. А я же как раз показывал, что для трейсинга мы используем APM, Application Performance Metrics от компании Elastic. Это был мой последний пунктик как раз производительность. А можете тогда рассказать, почему именно он и не то, что я назвал? Ну, на самом деле просто, потому что мы ставя Elastic, ставя Kibana, у вас автоматически есть APM. Мне очень нравится, как в первой уже версии, до этого было не очень, написан сам клиент, он очень удобен для Go, и он нативный, дает нам все те же инструменты, что нам нужны с помощью других инструментов, и плюс это было просто для DevOps, потому что они сказали все готово, у вас уже все стоит, используйте, и нас это устроило. Спасибо. Спасибо за доклад. Я просто не очень понял. Вот у вас в доте R-Compose и когда вы конфигурируете какие-то зависимости вашего микросервиса, у вас в зависимости в основном только от каких-то средств анализа, метрики. А что с другими микросервисами? Как вот если микросервис для своей работы требует других микросервисов? Можно чуть-чуть погромче плохо слышно? Что с зависимостями от других микросервисов? То есть если у вас ваш микросервис зависит от других микросервисов? Я их тоже должен прописывать в Doter-Compose. И второй вопрос как следствие из этого, что будет с версионированием, когда мы одни микросервисы обновляем? Да, я понял вопрос. Смотрите, наш шаблон он запускает только ваше приложение и всю ту обвязку, которая у нас является стандартной. Потом я уже выделил отдельно бизнес-логика. Если у вас есть зависимость от другого сервиса, у вас он уже готов, вы можете просто взять, по сути, скопировать кусочек темплейта для вашего микросервиса, убрать из него строчку, где вы билдите его и просто указать на тот момент, ой, на тот registry-контейнер, который вам нужен. Вы сразу получите его. Плюс опишите в make-файле подними мне этот контейнер еще дополнительным в обвязке. И каждый раз при обновлении этого микросервиса, от которого я завишу, я должен буду просто в конфиде обновлять идентификатор в этом регистре. Ну, мы обычно стараемся использовать latest и не ломать обратную совместимость. Если это происходит, это просто очень большая головная боль, потому что нам нужно пройтись по всем сервисам, которые зависят. Мы очень стараемся не ломать, мы очень долго держим совместимость. Поэтому, по сути, latest, либо если уже что-то так произошло, мы откатываемся на какую-то определенную версию. Обычно это предыдущая мажорная. Понятно. Хорошо. Спасибо. Еще вопрос. Добрый день, Николай. Спасибо за доклад. У меня вот вопрос по поводу использования системы мониторинга. Почему именно был выбран Prometheus и Grafana, а не тот же Zabbix? В нем же можно сразу же отрисовывать графики, и все метрики, собственно говоря, собираются. Почему именно Prometheus и Grafana? Prometheus и не Zabbix. Смотрите, Zabbix, он больше такой инструмент для DevOps, для Ops, которые смотрят кучу-кучу-кучу разрезов, еще смотрят на свободное место. Нам важно, например, собрать метрику по тому, сколько у нас было запросов, сколько из них было отфильтровано, и сколько в действительности ушло клиенту. Ну, класть такую в эту огромную систему, это, во-первых, сложно, во-вторых, мы к Zabbix доступа не имеем, и нам никогда его не дадут, потому что DevOps у нас серьезные, они нас туда, куда не надо, не пускают. А Prometheus, в нем можно легко добавить метрику, если очень нужно, даже ее можно потереть. Для нас это проще, там хороший, опять же, клиент, мы стараемся исходить из того, чтобы работа была быстрой, потому что все-таки мы живем ради бизнеса, и мы не можем очень долго разрабатывать какую-то фичу, иначе вообще в нашем рынке, если ты не сделал это за пару дней, то все, можешь забыть, через пару дней твой микросерверс может умереть, он уже будет не нужен. Мы делаем то, что быстрее и проще, Zabbix сложнее. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос, как вы дискаверите сервисы, и как это все происходит в девокружении, у вас какой-то консул стоит, или что-то похожее? Да, я даже показывал, у нас по умолчанию запущен консул, и на bare metal мы используем консул, но потихонечку, так как мы еще переезжаем в куб, мы начинаем поддерживать etcd, пока что это выглядит как кубернетес, ой, консул в кубернетесе, но потихоньку мы, наверное, все-таки уйдем в итоге на etcd. А с консулом вы работаете по HTTP или там какой-нибудь DNS? Мы работаем по HTTP, да, агент стоит на каждой машинке. Еще вопросы? Привет, спасибо большое. Так, я вас не вижу. Я вот тут, вот, вот, вот. У меня вопрос, вы в кубер-то вроде уже уехали? У нас есть кавка-клиенты, которые написаны на Go, и они в кубере. Все высоконагруженные приложения мы только-только подготавливаем, это не так просто, потому что есть очень много нюансов, которые нужно доделать, подготовить и сам по себе. Мы не очень понимаем, у нас постоянно нас тут нагрузки, потому что у нас появляются, уходят клиенты, мы только в процессе, поэтому мы в таком переходном состоянии, что и Docker, и Bare Metal мы собираем. Но мы очень хотим уехать, еще до конца не сделали это. Понятно, ну тогда предполагается, что если вы генерируете мейк файлом чарты, то вам локально надо будет разворачивать либо мини-куб, либо кинт, либо катрез какой-нибудь, чтобы тестировать все плюшки кубернетиса. То есть если вы сами пишете чарт, надо же экспортеры там, всякие штуки эскалирования тоже тестировать. Да, это у нас уже следующий этап, пока у нас готовы только Docker и окружение для Bare Metal машины, но во второй версии темплейта уже будет полная генерация, заливка все-таки предполагаем в мини-куб, он поудобнее. Ну просто прошли этот путь, может быть, мы вам полреквест как-нибудь отправим. Хорошо, отлично. Если нет вопросов и если вы хотите задать личный вопрос Николаю, можно это сделать сейчас в дискуссионной зоне номер три. Спасибо, Николай. Либо меня еще можно найти на стенде го, я буду там до конца дня. Подходите с вопросами, если у вас будут. Спасибо.